Добрый день! Честь представлять, которого я имею сегодня, большой художник, режиссер, фотограф, фактически современный классик, чьи выставки ждут в разных странах, чьи зрители, интерес зрителей всегда вызывается среди поколений, и его искусство подвластно разным. Перевод. Перевод для Кристиана. Вот мы что не учли. Sorry, we forgot to put your microphone for the translation. I think there's a lot of noise here. Can you put it here? Yeah, one, two, three, it's okay. Yeah, it works. I just was saying how great you are. Можно, в общем-то, таков художник, более того, Болтанский из своей жизни, из повседневной жизни сделал, если можно так выразиться, артефакты. Я надеюсь, что мы об этом поговорим чуть позже. Таков художник, чьё творчество, прежде всего, задает вопросы зрителю и не всегда стремится отвечать на встречные вопросы. Более того, он побуждает зрителя задавать вопросы и самому задаваться. Можно предположить, что наш сегодняшний гость не исключение. Современное искусство и не желает быть понятым. Оно всегда благодатное поле для вопросов. Именно поэтому мы, немножко облегчая нашим зрителям путь к пониманию творчества Кристиана Болтанский, собрались сегодня здесь. И я хочу начать задавать вопросы с самого конца. Ваша ретроспектива, если можно уже начать, в Помпиду, которая проходит буквально сейчас и заканчивается 16 февраля, то есть вы ещё можете успеть туда, она построена как путешествие. Это своеобразная метафора вашего творческого пути. Что произошло с вами за это время и куда вы прибыли? Когда организуешь ретроспективу, реальных ретроспектив не бывает. Всегда появляются работы, которые ты уже не любишь так, как раньше. Когда начинаешь смотреть назад, находишь какие-то моменты, которые кажутся слишком патетическими. Всегда хочется делать что-то новое. Берешь старый материал и делаешь, как ты его переосмысляешь по-новому. Когда я организую ретроспективы, я подхожу к этому свободно. Я пытаюсь создать что-то новое, используя старые произведения. И для меня особенно важно выбрать какое-то одно произведение. Иногда это несколько произведений, некоторые более старые, некоторые более новые. Но они должны восприниматься как единое целое. И к чему я всегда стремлюсь. Я не хочу, чтобы посетители воспринимали, что они стоят перед произведением искусства и его воспринимают извне. Я хочу, чтобы они ощущали себя частью этого произведения искусства. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, мне нравится или мне не нравится. Я хочу, чтобы посетители оказались внутри огромного произведения искусства. Творчество, если брать целиком, оно работает с темой прошлой. Это всем известно, об этом пишут все ваши исследователи, все ваши почитатели. А при этом оно пытается поймать это прошлое, его как-то зафиксировать, поймать его суть. Оно эфемерно, оно исчезает. При этом вы работаете в такой форме искусства, как инсталляция или сайт-специфик, некая работа с пространством, которая создается тоже на момент, на выставку, для этого пространства, для этого времени. То есть, с закрытием выставки работа демонтируется и тоже исчезает. И это такая двойная работа. Ваша работа с прошлым и ваша работа, которая становится тоже прошлым. Она не остается на века. Что вы по этому поводу думаете и как вы думаете, как в будущем, после вас, ваши последователи, на ваших ретроспективах будут эти работы воссоздаваться? Будет ли это уже ваша работа? Или это будет что-то другое? Столько вопросов сразу вы задали. По-французски мы говорим о пространстве и времени. Можно найти время. Каждый находит свое время, создает свое время. Время. И когда вы стареете, вы тратите свое время, ваше время уходит. Здесь двойственность в названии выставки. Для меня каждый раз, когда я работаю над выставкой и когда я организую шоу, не обязательно ретроспективу. Я хочу, чтобы люди ощущали то же, что они ощущают, заходя, например, в церковь. Я не считаю себя верующим человеком, но если заходишь в церковь в какой-нибудь стране и чувствуешь запахи, и видишь, как люди совершают какие-то жесты, звучит какая-то музыка. Не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Присаживаешься, смотришь 10 минут, наблюдаешь за тем, что происходит вокруг. Начинаешь задумываться о жизни, о себе. А через 10 минут выходишь и идешь дальше, что-нибудь перекусить. И я верю, что нужны такие места, где можно присесть и тихо задуматься. Просто посмотреть, подумать о важных вопросах. Когда хочешь совершить передачу чего-то, продлить что-то, есть два подхода. Западный подход, который основан на реликвиях, например, останки святых. Это объекты, которые передаются. И есть другой подход, например, японский, где переход происходит через знания. Например, у них есть опыт, когда они выстраивают прекрасные храмы, которые разрушаются, полностью разрушаются каждые 20 лет и воссоздаются заново. Это национальные монументы. Они знают, как воспроизвести этот храм. И вот существует два способа продления через объекты и через знания. И я выбираю именно передачу знаний, а не объектов. 85-95% моих инсталляций и произведений искусства уничтожаются сразу после завершения выставки. Их, конечно, можно потом воссоздать. Например, я 10 лет назад реализовал в Гранд-Пале произведение, которое воспроизводилось потом в Шанхае, в Японии, в Нью-Йорке. Никогда мы ничего никуда не переносили, мы воссоздавали все заново. И, конечно, это каждый раз получалось немножко новое произведение. Как партитура музыкальная, которую можно разыграть совершенно по-разному. Поэтому партитура та же самая, но звуки каждый раз звучат по-новому. Каждый раз, когда я работаю над выставкой, я уничтожаю большинство произведений. Но я уверена, что я могу их воссоздать для другого еще позже. Последние 10 лет я много работаю с театром. И только те, кто видит постановку, могут о ней что-то рассказать. Они могут, они знают, что произошло. Потому что потом это все эфемерно, это исчезает. В моем случае то же самое можно сказать о моих объектах. Они существуют особенно в рамках ретроспективы. Сочетание всех различных объектов каждый раз порождает нечто новое, нечто существующее только в рамках конкретной выставки, которая потом уйдет, исчезнет. Это некоторый калаш мозаика, который сочетает в себя элементы пространства и сами произведения искусства. Этот калаш, когда ставишь оперу, происходит взаимодействие между музыкой и текстом. На протяжении моей жизни у меня было несколько периодов. Я помню период взросления, когда мне было 24-26 лет. Я понял, что я должен делать, что я должен транслировать своими работами. И другой период моего творчества начался после смерти моих родителей. У меня начался более визуальный, более формальный этап. И по мере старения меняется мое искусство. И сейчас я проживаю еще один период собственного творчества. Я занимаюсь мифотворчеством. Я пытаюсь рассказывать истории через готовые объекты. Это последний реализованный объект. Я пытаюсь творить мифологию. Это исключительно виртуальные мифы. Например, я реализовала произведение искусства, которое я начал создавать 10 лет назад. И в Японии есть небольшой фонд. Я собираю объекты искусства из разных стран. 8 тысяч объектов искусства собраны. И вы, например, можете найти что-то, что принадлежало вашей бабушке или маме. Когда люди уходят, например, когда вы находите фотографию кого-то, вы чувствуете их одновременно и отсутствие вашей жизни, и присутствие. Сейчас это пространство в Японии – это место, куда приходит много паломников. Не потому что им нравится я как художник. Они приходят туда, чтобы понять что-то о себе или об исчезнувших из их жизни людях. Я верю, что мифология во многом сильнее, чем само произведение искусства. И таких проектов множество. Например, в Австралии, в пещерах можно послушать телефонные разговоры, которые длятся 5-10 секунд. Для меня туда необязательно перемещаться, туда необязательно приезжать. Но важно прочувствовать это течение времени. Например, еще один проект – я продал свою жизнь тасманскому миллиардеру 10 лет назад. Я постоянно показываю мою студию. Постоянно идет документальная видеосъемка, нахожусь я в своей студии или нет. Тысячи и тысячи DVD съемок моего отелье. Это какая-то глупость, по сути, поскольку я там ничего не делаю интересного и большую часть времени я вообще там не нахожусь. Или я там могу причесываться или… Но это история. Человек, который купил жизнь другого человека, что это значит? Этот человек, миллиардер, который купил мою жизнь, он не может за мной наблюдать. Если он будет постоянно наблюдать над тем, что делаю я, он потеряет собственную жизнь. Он кому-то должен платить, чтобы наблюдать за мной. И одновременно он и не купил мою жизнь, поскольку душу мою он купить не может. Я всегда задаюсь вопросами о жизни, о нашем существовании, например, в чем смысл нашей жизни. Ответов я не даю, ответы мне не нравятся, мне кажется, ответов и нету. Например, в Южной Америке верят, что время бесконечное, что начала времени не было. Мы вместе с учеными пытались задавать вопросы китам. Мы были уверены, что киты нам что-нибудь скажут. Конечно же, они не могут ответить на наши вопросы. Возможно, история человечества может быть рассказана китами, возможно, так я запомнюсь. И эта история переживет меня. История о художнике, который пытался разговаривать с китами. Каждое мое произведение – это небольшая притча. Я пытаюсь поставить вопрос, который беспокоит меня, вопрос, который тревожит многих, но ответов я не даю никогда. Потому что ответов не существует. Например, один из самых основных вопросов. Я верю, что все уникальны. И одновременно все безумно хрупкие, бесконечно хрупкие. Мы одновременно и важные, и нужные. И одновременно мы очень быстро исчезаем. Мы все помним нашего дедушку, но никто не помнит прадедушку. И когда веришь в важность окружающих тебя людей, понимаешь, что они одновременно очень приходящие. Я стараюсь зацепиться на небольшие клочки памяти. Например, я помню, как купил пирожное в Москве. И мы, в принципе, все состоим из небольших клочков воспоминаний. И все эти небольшие воспоминания исчезнут, вещи с нами. И в какой-то момент я пыталась все эти воспоминания, кусочки воспоминаний сохранить, записать. Но это невозможно. Это тщетные усилия. И моя работа – это череда провалов, поскольку я пытаюсь бороться с этим умиранием, бесконечным умиранием, старением, исчезновением. И в моем возрасте я могу сказать, что я это будущее чувствую постоянно. Но вначале мне казалось, что возможно все сохранить. Я работаю с огромным количеством людей. Например, 9 тысяч фотографий мертвых швейцарцев, фотографий польских владенцев. Мертвые швейцарцы – это возможно, поскольку можно найти фотографии умерших швейцарцев. Например, в фотографиях, когда кто-то умирает, печатается некролог, который сопровождается фотографией. Но на самом деле исторической причины умирать у швейцарцев нет. Я пытаюсь найти какую-то универсальность. Поэтому я коллекционирую фотографии умерших швейцарцев в Варшаве. Я нашла огромное количество фотографий польских младенцев. Газета пыталась увеличить свой тираж за счет того, что они опубликовали фото младенцев. И родители, родственники покупали огромное количество экземпляров. 6 тысяч польских младенцев так оказались. Их образы напечатаны были в газете. И это все подводит меня к основному вопросу моей жизни. Вопросу того, как соотносится случай и рок, судьба. Да, рождается младенец, очень быстро печатается газета. И иногда компьютер останавливал типографические линии. И фотографии каких-то младенцев не попадали на страницы газеты. Я всегда задумываюсь, если бы, например, наши родители занялись любовью на минуту позже или на минуту раньше, мы бы получились совсем другими. И этот вопрос меня очень беспокоит. Если мы суждены родиться или мы родились случайно. Например, если сегодня я попаду в автокатастрофу, или вы попадете в автокатастрофу, если вы человек верующий, вы поверите в то, что это было написано. Это ваша судьба, это ваш рок. А если вы не верующий, как я, например, вы решите, что это дело случая. Вот эти вопросы меня тревожат. Для меня задача художника — задавать вопросы и вызывать эмоции. Одновременно художник всегда говорит только о себе. У художников, с моей точки зрения, нет лица. У них вместо лица зеркало. И каждый видит отражение себя в произведениях художников. И в этом и прекрасное в нашей работе. Каждый может узнать и увидеть в произведениях художника частичку себя. Может быть, у вас есть вопросы? Мне было интересно, изучив все ваши работы, что на самом деле в вашем творчестве всего несколько работ, которые напрямую связаны с еврейской темой. Их всего несколько. Но при этом общепринято, как-то известно, что вы работаете с этой темой, с темой Холокоста. Как вы думаете, почему это так? Потому что из-за опыта вашего отца или из-за того, что вообще общее какое-то европейское сознание теперь после посттравматическое всегда будет связывать проекты с памятью, с прошлым, с какой-то эфемерностью этого происходящего, именно с большой катастрофой? Я никогда напрямую не обращался к теме Холокоста. Для меня вообще говорить о теме Холокоста – это нечто невозможное. Единственный фильм, который, мне кажется, говорит об этой теме достойно – это фильм «Шоа». Я уверен, что судьба любого художника начинается с травмы. Я родился в 1944 году, и большинство друзей моих родителей выжили, пережили Холокоста. И маленьким мальчиком в 2-3 года я слушала огромное количество страшных историй и уверен, что это сформировало меня от счастья. При этом я стремлюсь к универсальности в своем творчестве. Впервые, когда я приехал в Японию, я организовывала шоу, и японцы мне сказали, что ваше творчество настолько японское. Откуда вы знаете? Вы так прочувствовали японскую культуру? Вообще вы похожи на японца. Наверняка у вас есть японские предки. Я был счастлив, потому что в Африке, я думаю, что скажут, о, ваше творчество такое африканское, и вы похожи на африканца. Наверняка у вас был прадедушка африканец. Когда смотришь на творца, на художника, пытаешься найти частичку себя. Художники дают посыл, стимул. А зрители занимаются апроприацией, усваивают что-то, что им близко. Например, в кинотеатре. Много людей смотрят один и тот же фильм, но при этом они каждый видят что-то свое. Если вы расстались с девушкой накануне, конечно же, вы посмотрите другую картину. А рядом с вами сидит человек полностью удовлетворенный своей жизнью, счастливый, он увидит что-то другое. В моем случае... Вопросы, которыми я задаюсь, напрямую не связаны с темой Холокоста. И ни в одном моем произведении вы не найдете ни одного образа Холокоста. Мне кажется, что использовать этот образ в своем творчестве неправильно. Я наполовину христианин, наполовину еврей, у меня все восприятие этой темы непростое. Я хочу говорить о чем-то, что отзывается в душе у всех, о чем-то универсальном. А о Холокосте говорить невозможно. Человек, который отправился на Луну первым, у него спросили, как выглядит Луна. Например, бейсбол, заполненный лавой. Нельзя говорить о чем-то, что совершенно другое. А шуа говорить нельзя, потому что в языке нет слов, которые могли бы правильно выразить то, что произошло. Это настолько было сакральным другим. Когда я работаю с фотографиями умерших швейцарцев, я выбрал именно швейцарцев, потому что это нейтральная территория, это нейтральные люди. Я не могу работать с мертвыми евреями, например. Это невозможно. Я верю, и это универсально, что все пытаются найти ключик, чтобы открыть определенные двери. Это может происходить где угодно, в Москве или в другом конце света. Все пытаются найти ключик, но правильного ключа найти невозможно. При этом суть человечности в вечном поиске этого ключа. Но правильный ключ найти невозможно. Ответов нет. Постоянно задаются вопросом, кто виноват, кто невиновен в теме Холокосты. Я уверен, что каждый человек способен на убийство, каждый человек способен убить своего соседа. способен сдать своего соседа. Но при этом мое творчество напрямую никак с темой Холокосты, с темой Шоа не связано. Я говорю об общечеловеческих моментах и вопросах. В некоторых моих произведениях Менслиш в Германии реализованный проект это где-то с тысячи портретов людей, преступники, жертвы, нацисты, евреи. и в итоге непонятно, невозможно идентифицировать злодеев. Менсиш это значит человечность, все эти люди, люди, по сути. Я не верующий человек, при этом религия меня очень интересует, и многие религии мне кажутся прекрасными и интересными, и мифологичными. Я как человек, которого увлекает мифотворчество, мне религии очень нравятся, за исключением тех религий, когда люди верят, что у них есть единственная истина, и это опасно. У вас есть вопросы? Но, тем не менее, мы можем встретить работы, посвященные исследованию феномена Холокоста, в творчестве художников, художников, которые никак не связаны с еврейской диаспорой, и не имеют еврейских корней. Таких работ крайне мало. Поэтому, очевидно, что в воздухе витает некое сомнение о том, о моральном праве неевреев говорить об этом, неевреев и не свидетелей. Такое же стеснение ощущается в неких академических кругах, когда говорится о этнических меньшинствах. Как вы считаете, кто имеет право работать с Холокостом, с темой Холокоста? Не очень понимаю вопрос. Мы все должны задумываться над множеством вопросов. Мы должны пытаться разобраться в истории. Я люблю Германию. У меня большое количество немцев, друзей, которые принадлежат моему поколению. И меня спрашивают, я спрашиваю, кто был твой отец? Он был замечательный человек. Конечно, он был нацистом, но был замечательным человеком. И это показывает, что можно быть одновременно и замечательным человеком, и членом нацистской партии. можно любить своего ребенка и одновременно убить его. И, к сожалению, злодеи внешне не похожи на дьяволов. Они выглядят точно так же, как и мы. И при каких-то условиях мы сами можем творить чудовищные вещи. И все способны на зло в каких-то условиях. Германия лучшая страна в Европе. У нее огромные философские традиции, музыкальные традиции. И потом такое. Я не люблю говорить о Холокосте, в принципе. Я не люблю, когда меня задают вопросы убийства евреев. Если я убью вас, например, мы сейчас поссоримся, я вас убью. Но я знаю, что вы кто-то, что вы человек. мне не нравится то, что вы говорите, я вас просто убью. Ну, нормальная ситуация. Но что было у чудовищного в Холокосте, когда происходило планомерное уничтожение, когда имена стирались, у людей отнимали имя. И для меня человечество, люди настолько важны, важно сохранять человечество, а не уничтожать людей. Я огромное количество книг собрал списки имен. И для меня важно произносить имена людей. Если произносишь что-то имя, господин Болский, господин Блузский, два разных человека, и каждый из них важен по-своему. И когда ты у человека отнимаешь имя, это чудовищно. Когда ты говоришь о людях, как о материале, как об объекте, это чудовищно. И в этом, мне кажется, самая чудовищная часть этой катастрофы, когда у людей отнимают имя и не дают их захоронить достойно. помимо содержания, которое вы вкладываете в свои работы, можно ли предположить, что вы ведете какой-то внутренний диалог с художниками, которые были или есть вокруг вас? С Янисом Кунелисом, с Микеланджело Пистолетом? Вообще смотрите ли вы на то, что происходит вокруг вас? Вы когда-то в одном из интервью сказали, что вы экспрессионист, рожденный в эпоху минимализма. Но эта эпоха немножко уже проходит, и нет ли у вас какого-то желания использовать более экспрессионические приемы художественные в вашем искусстве? И еще залезли конечно для меня это момент одновременно депрессивный и мы все принадлежим к какой-то исторической эпохе например во Франции между Ватой Давидом. Совершенно изменилось искусство. Если бы я родился на 30 лет назад, возможно мое творчество было бы совсем иным. Но мы являемся тем, что мы есть, и мы принадлежим определенной художественной эпохе. Нельзя говорить, что в искусстве есть некоторый прогресс, поскольку это какая-то глупость в других сферах жизни может быть, но в искусстве никакого прогресса нет. При этом есть эпохи, мы рождаемся в какую-то эпоху. Например, если воспринимать искусство как реку, и в какой-то момент мы в нее входим. Я родился в эпоху минимализма, и действительно, мне кажется, что для меня это был момент положительный, поскольку мой дух слишком экспрессионистский. Именно потому, что я столько впитал формальный минимализм для меня был очень важным. Я пытаюсь задавать все те же вопросы. В искусстве можно сказать, что существует конечное количество вопросов в принципе поиска Бога, почему мы умираем, секс, красота природы нас, окружающих. Очень конечное количество вопросов в целом. Одновременно для того, чтобы ответить на эти врачные вопросы, я использую язык моего времени, я использую видео, я использую медиа, но при этом мы задаем одни и те же вопросы. Испокон веков до сегодняшнего дня вопросы не меняются, поскольку ответов мы найти не можем. Именно поэтому я себя считаю традиционным художником и не особо отличаюсь от художников, которые творили несколько веков назад. Но вы упомянули нескольких моих друзей, конечно, у нас у всех есть тети, дяди, бабушки, дедушки, все вы, мы рождаемся в определенную семью. Мой дедушка, Конелис это мой друг и брат, пистолет может быть я воспринимаю как сын. Конечно, мы все существуем в некоторой единой семье художников. И мы все говорим языком нашего времени. Я родился в 20 веке в Париже, но я верю, что если бы я родился в Патагонии, я был бы шаманом, если бы я родился в Украине, я был бы раввином. И важно задаваться вопросами. И очень важно высказываться, как я говорю сегодня, иногда, когда используешь слова, кажется, что ты теряешь поэзию за точностью формулировок. Когда формулируешь что-то, иногда излишняя точность вредна, иногда нужно говорить визуальными образами. И в этом прелесть искусства не слишком точная. И в этом привлекательность поэзии, она одновременно и сверхточная, и неточная. возвращаясь к тому, о чем я говорил вначале, я действительно придерживаюсь минималистской формы. Например, я использую образ коробочек от печенья, и очень много я съел печенья в своей жизни, использую огромное количество коробочек. это минималистский объект, это предмет, но одновременно мы можем представить такую же коробочку печенья в доме нашей бабушки. Или раньше, например, в таких коробочках хоронили наиболее ценные письма возлюбленных, и люди моего поколения связывают этот предмет с памятью, с сохранением памяти, или в ней можно хранить прах умерших, но одновременно это минималистский объект, с другой стороны он очень эмоциональный, сентиментальный, и в моих произведениях я всегда стараюсь вызвать эмоцию, взять что-то, что для всех является узнаваемым. В искусстве кто-то работает с фотографией, кто-то работает с видео, кто-то пишет картины. Существует множество форм искусства, единой формы не существует. для меня важным является обращаться к мифологии, мифотворчеству, а не думать об объектах. вашего мифотворчества и вашей работы с китами, но это такие мифы не про героев, как древнегреческие или древнеримские мифы, а немножко о чудаках. Это очень здорово, и было бы здорово, если бы таких мифов было больше. Что вы под этим подразумеваете, что вы в это вкладываете? не работает перевод. Вы упомянули о том, что работаете с китами, задаете свои вопросы. Это тоже мифотворчество, и вы занимаетесь мифотворчеством, но здесь это не герои, а обычные люди, которые делают что-то очень странное. Что вы имеете в виду под этими мифами? Было бы здорово, если бы таких мифов было больше. В моем случае я уверен, что если вы в метро сидите напротив кого-то, вы чувствуете любовь, можете почувствовать от него какие-то эмоции. всем есть что сказать, всем есть что отдать. Все важны, но совсем поговорить невозможно. Но мое искусство, оно о простых людях, не о героях. я хотел сделать индивидуальные музеи, у меня вот такая была амбиция, мне хотелось создать индивидуальные музеи памяти, поскольку мне кажется, что каждый человек носитель, именно поэтому вы решили продать свою жизнь этому миллионеру тасманскому, поскольку это музей вас, по сути. Да, отчасти, но и по другим причинам также. У меня в студии, например, есть лестница, и 10 лет назад мне было проще подниматься по лестнице, а сейчас я уже постарела, и одновременно я ничего не накопил за свою жизнь, только эти глупые образы и картинки. Разговор с Китаями мы записывали, очень интересная сделка у нас была с этим миллиардером, он должен мне платить до конца моих дней. Этот человек, который сколотил огромное состояние, профессиональный игрок, у него огромная коллекция искусства, в основном это у него пять египетских, древнеегипетских мумий, он заработал все свои деньги на азартной игре. мы заключили с ним довольно странный контракт, я попросил у него довольно большую сумму денег, и он сказал, что он будет платить мне немножко каждый месяц, где-то шесть месяцев назад он мне перечислил больше денег, чем я запросил за свое произведение. ранее раньше он мне говорил, что он никогда не проигрывал, и он был уверен, что я умру до этого дня. И ему придется так разоряться, я в итоге выиграл, я прожил дольше, чем он рассчитывал, я еще шесть месяцев уже живу и продолжаю, и надеюсь, что я его разорю через десять лет, через двадцать лет. Опять же, возвращаясь к вопросу случая и судьбы. Кто-то говорит, я никогда не проигрывал своей жизни, уверен, что вы умрете в течение ближайших десяти лет. Он говорит, это как слова дьявола, тасманский дьявол, знаете, я его называю тасманским дьяволом. Но это такие глупые анекдоты. Но можно в них найти частичку притчи. И каждый может попытаться понять. А что вы чувствовали, когда истекал срок вашей сделки? Мне повезло, что я не проиграл эту сделку. мне кажется важным задавать эти вопросы всем, обращаться ко всем. И каждый находит в произведениях искусство частичку себя. Я в искусстве говорю о своих проблемах, своих вопросах, которые затем становятся вопросами, которые разделяют все. когда я организую какую-то выставку, право говорить об этой выставке имеют только те зрители, которые посетили мою выставку. Так же, как в театре, потому что после этого это произведение искусства перестает существовать. Например, я организовал странный музыкальный спектакль. Во Франции было два правила, по которым действовали привлеченные артисты. Например, не было начала, не было конца, все зрители могли присутствовать на этом представлении на протяжении трех часов. И мне было важно, чтобы все почувствовали себя не перед сценой, а внутри происходящего. в последний раз мы реализовали подобный спектакль на паркинге центра Помпинду в Париже. Мы привлекли музыкантов и певцов из-за парижской оперы, и 2000 человек присутствовало в качестве зрителей на этой огромной парковке. Музыканты, певцы, все были перемешаны, люди перемещались в темноте и вдруг слышали голос, кто-то начинал петь где-то и непонятно было, кто певец, кто зритель. Все оказались полностью погружены в это произведение искусства, не созерцали извне, а чувствовали себя частью того, что происходит. И для меня очень важно было это взаимодействие с театром, с чем-то эфемерным, с тем, что исчезает практически сразу. У меня есть еще много вопросов, но время наше подходит к концу. Я задам последние вопросы, затем передадим микрофон нашим зрителям, чтобы они задали свои вопросы. В одном из своих интервью вы говорили, что жизнь, судьба художника начинает с травмы. Действительно вы верите в то, что травма необходима для того, чтобы стать художником? Мне кажется, что жизнь любого человека начинается с травмы. Иногда художники говорят о том, что у них творчество... Луис Буржуа говорил о том, что его травмы были в взаимоотношении с отцом, но у многих плохие взаимоотношения с отцом, при этом они не становятся великими. Если вы отправитесь в Италию, вы можете говорить о еде, вы можете говорить о ландшафте, вы можете говорить о тех людях, которые вам повстречались на пути. Все отправляются в единое путешествие, но все воспринимают это путешествие по-разному. Если ты художник, ты говоришь о тех же самых переживаниях, но воспринимаешься все по-разному в начале пути и по мере своего взросления. Это одна и та же история, одно и то же путешествие, но воспринимается оно по-разному. Одновременно вы говорите о том, что у искусства есть психотерапевтическая функция. Ваше творчество помогло вам. Вот в этом прекрасно. Когда вам грустно, вы говорите о том, что вам грустно, и вы освобождаетесь от этой грусти, вы передаете этот образ другим, вы делитесь своей грустью. художник. если я говорю, что я испытываю чувство жажды в этом делитесь, когда у вас нету любви, вы можете разыграть любовь, если вы художник. Это шутка, но я верю, что некоторые художники к концу своей жизни становятся похожими на свои произведения. Джекаметия был похож на собственную скульптуру Фрэнсиса Бэйкона, похож на картину Фрэнсиса Бэйкона, а я похож на коробку из-под печенья, поскольку я их очень часто использую. Ты как будто художник превращается в произведение собственного искусства. И в итоге ты ничто, остается только твое искусство и больше ничего. И это важно. Я могу говорить только за себя. Момент творчества очень приходящий, это очень особые периоды. у меня было несколько важных периодов, когда я взрослел, когда я потерял своих родителей. У меня несколько есть этапов. Я преподавала очень много в своей жизни. Я всегда говорил студентам, в искусстве можно только ждать и надеяться и верить. Все, что мы можем делать, это ждать, надеяться и верить. очень сложно заниматься ничего не деланием. Например, сегодня я приехал в Москву, мне нужно выступить перед вами, но потом нужно еще куда-то отправиться. Но самое главное, что мне нужно остановиться, задуматься, подождать и, возможно, понять, что же я должен делать. Я уверена, что среди огромное количество художников не обязательно вставать в 8 утра, начинать работать. Нужно давать себе возможность ждать, погружаться в искусство. Когда я просыпаюсь с утра, я не перетруждаю себя, но я при этом постоянно думаю об искусстве. Для того, чтобы творить, необходимо находиться внутри творчества. для того, чтобы творить, можно смотреть глупые каналы по телевидению. И ты так устанешь от этого глупого контента, иногда это очищение для души, поскольку можно освободиться от собственной депрессии и начать творить. Я преподавал в Парижской Академии Художеств. Мне очень нравится Академия Художеств, поскольку это самые бесполезные заведения. Другие институты, они эффективны и полезны, например, медицинские институты, в итоге можно стать врачом или можно стать юристом. А чему учат в Академии Художеств? Посмотреть на небо, посмотреть на звезды, ничего полезного. Но на самом деле они самые полезные, потому что именно они бесполезные. В судьбе художника нет никаких закономерностей. Самая чудовищная ошибка сказать молодому художнику ты стал профессионалом. Профессионалом художник быть не может. Я такой старый уже, что, наверное, я немножко профессионал, но молодой художник профессионалом быть не может. Можно быть сумасшедшим, но профессионалом стать нельзя. Художественный рынок, конечно, превращает людей в профессионалов, и мне кажется, что это не очень хорошо. Вот здесь я, пожалуй, завершу свой поток вопросов. У нас осталось вопросов из зала, как раз три вопроса. Проверим перевод. Does it work the translation? А можно сделать так, чтобы работал перевод? I can. Thank you for your lecture. Спасибо большое за вашу лекцию. Как стать успешным и знаменитым художником? Пожалуйста, валяйтесь в кровати и смотрите телек. Никаких правил не существует. Знаете, как будто вы оказываетесь в монастыре и спрашиваете, а как мне стать святым? Ну, нету рецепта. Мне просто повезло. Я не получила никакого формального образования. Я бросила школу, когда мне было 13 лет. Я не учился ни в каких академиях художниц. И художество я всегда был таким немножко чудаком. И кто-то мне когда-то сказал, да, ты что-то интересное сотворил. Меня впервые похвалили, именно поэтому я решил стать художником. На самом деле никакого универсального рецепта успеха не существует. А если вы верите в какие-то рецепты и панацея это очень опасно. Нужно просто стараться жить. Задам следующий вопрос. Я работаю в музее истории ГУЛАГа, музее травмы, музее памяти. И ваши работы для меня источник профессионального и личного вдохновения. У меня множество вопросов. Задам два. Я была на вашей выставке в центре Помпиду. Заметила, что вы используете как личные истории из вашего детства и семьи. Используете истории, которые вы нашли в газетах и других внешних источниках. Какой у вас творческий метод? Используете ли вы исследования как творческий метод? Занимаете исследованием, поиском? Либо вопросы возникают по ходу исследования материалов. И второй вопрос, если позволите, вы упомянули, что вы задаете вопросы. Ваши произведения не представляют из себя ответы на эти вопросы. Над каким вопросом вы работаете? На выставке в центре Помпиду ничего нету о моей семье. Там есть одна фотография моей мамы и папы. Только их глаза, на самом деле, их не видно. я никогда не использую собственную жизнь, никогда не использую личную память в своих работах. В первой комнате там представлен фотоальбом. Это не мой семейный фотоальбом. Я собственную жизнь никогда не использую в своих произведениях. Я могу немножко рассказать о том, над чем я работаю сейчас, но, знаете, очень сложно сформулировать то, над чем я работаю сейчас. Можно купить стоковые изображения, Getty Image, видео или фотографии можно купить за гроши. И иногда это очень красивые изображения, природы, море, небо. И я собираюсь использовать подобные глупые изображения, а внутри изображения я запрячу кошмарные фотографии убийств 20 века. И тщетность сегодняшнего дня, когда есть прекрасные изображения, все такое розовое, замечательное, красивое, но когда начинаешь вникать, видишь прекрасное море, и при этом в этом море гибнут тысячи мигрантов, которые люди отказываются видеть. внутри этих прекрасных картин заложены и реальные, и нереальные картины чудовищных катастроф. С одной стороны, жизнь прекрасна, и вы отказываетесь, закрываете глаза на какие-то чудовищные детали. Для меня это тоже определенная метафора такая, когда все на поверхности прекрасно, а при этом если взглянуть вглубь, все чудовищно, но мы смотреть вглубь не хотим. Я хотела задать вопрос о двойственности в искусстве. Многие ваши работы апеллируют к теме Холокостя, но это не так. Вы говорите о индивидуальных личностях, при этом говорите о том, что искусство неоднозначно все, кто смотрит на ваши работы, воспринимают их по-разному, и представители разных поколений являются носителями разного рода знаний. Что вы думаете о тех, кто помнит об этих событиях, и теперь память об этих событиях меняется со временем? Можете повторить, пожалуйста, потому что ... could you... translate? Давайте... про то, что искусство меняет саму историю. То есть взгляды на искусство бывают разные, особенно если это искусство, как было сказано, живёт инсталляциями. И вот эта память о событиях может измениться через людей, которые это искусство получают, видят и анализируют. И что автор думает по поводу изменения самой истории, самого посыла. Вы имеете в виду, что если искусство отражает какое-то историческое событие, оно изменяет его? Ну да, просто... Когда анализируешь произведение искусства, восприятие истории, восприятие прошлого меняется. Я не историк. Я художник. И в этом ключевое отличие. Я не говорю о Холокосте, я говорю о мёртвых швейцарцах. И всё моё искусство посвящено мёртвым швейцарцам. Я могу вам точно сказать, что все швейцарцы рано или поздно умрут. Это всё, что я могу сказать в ответ на ваш вопрос. Всё моё искусство посвящено мёртвым швейцарцам. Давайте ещё один вопрос, чтобы не заканчивать на... Давайте закончим на более позитивной ноте. Спасибо большое за ваше выступление. Очень интересно. Перехожу. Я был в Пуштинском музее на вашей инсталляции. И меня просто поразила. Она прибила, честно говоря. Я сидел и просто созерцал эту атмосферу, эту инсталляцию. Поистине это оказало очень сильное впечатление. А вопрос состоит из двух частей, на самом деле. Я пишу о мафии. То есть у меня рассказы, я такой криминальный писатель. Есть ли у вас работы, посвящённые криминалитету именно? Недавно вышел фильм «The Irishman» Мартинес Корсезе. Я просила положительный вопрос. Да, а вторая часть положительная будет как раз. Что вас вдохновляет из сферы искусства, из литературы, из художественной области, скульптуры и так далее? Почему, как рождается этот поток внутри вас? Спасибо. Мне кажется, вы слишком вдаетесь в точность, в детали. Я не думаю ни о мафиози, ни о криминалитете. Я наполовину корсиканец, наполовину еврея. И во Франции корсиканцы воспринимаются как представители мафии. Вот так считают, у нас ужасная репутация. Но при этом я не пытаюсь осмыслить мафиози. Это какие-то слишком точные детали. Я задаюсь с более глобальными вопросами. Что такое вина? Что такое невинность? Вот такого рода более универсальные, абстрактные вопросы. Способен ли я на убийство? Могу ли я кого-то убить? Не могу. Мне хочется задаваться более глобальными вопросами. Я не задаюсь такими точными вопросами. Преступники, политики. Моё художество, моё творчество, оно не политизированное, оно не точное. Коммунисты, не коммунисты, мне всё равно. Моё искусство, моё творчество посвящено поиску ответов на экзистенциальные вопросы. Постановки экзистенциальных вопросов. И была ещё часть этого вопроса. А какие художники для вас являются источником вдохновения? Пиноборж, пожалуй, источник вдохновения для меня. Три-четыре года назад умерший. И Кантер, польский художник, который умер 20 лет назад, это творец театра, мне кажется, что они не имеют отношения к визуальному искусству, но тем не менее являются для меня источником вдохновения. Комитии. На самом деле, дурацкий вопрос. Поскольку мне нравится множество... Мне нравится Матисс, мне нравится Пикассо, мне нравится огромное количество художников. Бесконечная череда имён. Можно перечислять бесконечно. Всё, заканчиваю. Спасибо большое за ваше выступление. У меня профессиональный вопрос. Я студент. Я лично работаю с личной травмой. И вопрос мой... Есть ли у вас какое-то личное восприятие каждой травмы, которую вы используете в своих произведениях, или вы дистанцируетесь от травмы других людей и представляете некий взгляд извне? Я пытаюсь переосмыслять собственные произведения. Иногда я создаю некоторые произведения, а через 2-3 года я начинаю понимать, почему я его создал. И иногда я сам начинаю лучше понимать своё произведение через несколько лет, по прошествии нескольких лет. Иногда что-то делаешь, но не понимаешь, зачем и почему так происходит. А позже понимаешь. Понимаешь причину. Какое ощущение, что ты находишься перед стеной и не знаешь, что делать, и чувствуешь себя несчастным. И вдруг однажды, и это не так часто происходит, приоткрывается эта стена, и тебе кажется, что ты можешь что-то найти за её пределами. Но очень часто ты не знаешь, что делать, и никто тебе в этом помочь не может. Чувствуешь себя беспомощным. Когда я преподавала студентам, я говорила, что ничему научиться нельзя, ничему научить нельзя. И в основном у меня чему-то возражают. В искусстве ничему научить нельзя, ничему научиться нельзя. И меня признают только японцы, потому что они такие вежливые. 30-40 лет я посвятил преподавательской деятельности. И из 800 студентов, может быть, 5 из них стали художниками. Мне кажется, что это уже большое достижение. Никогда нельзя предугадать, что произойдёт. Если посмотреть на какое-то событие из недавнего прошлого, всех участников венецианской биеннале, например, и прочитав какую-то книжку, может быть, вы узнаете 20-30 имен. Никто не помнит всех участников. И через 10 лет из 10 художников 5 из них совершенно будут забыты. 5 из них, возможно, продолжат творить. Невозможно предугадать, что нас ждёт. Важно постоянно пытаться творить. Вот это главное. Если вы религиозно, возможно, вы верите в судьбу, а так нужно верить в случай. Возможно, нам пора завершать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.